Всем привет! У нас сегодня пятница. Какое число забыла? Седьмое, по-моему. Седьмое, седьмое 2017. Классная дата, чтобы жениться и ребенка, если ребенок родиться. Седьмое, 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 седьмое. Короче, я сейчас еду, я вот только-только с работы, мы сбегом домой, переоделась, не кушала ничего-то. Я еду сейчас в больницу. Слава сегодня с Льюисом там, да, ну, он уже в семь часов утра поехал, чтобы успеть завтра, когда принесут, принесут, чтобы кормить его. Вчера я ему ужин давала, потому что он в рот вообще не может. У него вот гипс, и он есть, к рту хочет подносить, оно у него вот так, мимо рта, и где дотянуться тоже, кто-то как-то не может. Пытался и с этими медсестрами там, пробовали по-всякому, но никак не получается. Обе руки. И, короче, он теперь сто процентов от нас, ну, зависит, что мы должны теперь ему все, помогать и кушать, и туалет, и одеваться. Одеваться тоже проблема, два гипса. Я ему еле-еле вчера эту майку одела. Ну, я Славе с собой дала рубашку, думаю, рубашку легче будет одеть. Посмотрим. Хотя, боже, ну, хочу, конечно, всех-всех-всех-всех вас поблагодарить. Столько людей написала, столько людей. Мы так тронуты были. Я уже в больнице сидела. Там интернет очень плохой, извините, если там кто-то мне в одноклассниках пишет или личные сообщения. Там то появится интернет, то пропадает, и я не всегда могу в интернет зайти, поэтому, когда дома, потом вчера вот взяла специальное время, приехала, я была никакая. Ну, думаю, нет, я каждому отвечу, потому что для меня это очень-очень-очень важно. И так это, как это, ваша поддержка мне очень помогла. И не только мне, и Славе тоже. Я ему все читала, тоже мы вместе сидели, я читала и отвечала. Так что всем-всем-всем большое-огромное спасибо от чистого сердца, очень тронуто. Мои родственники, кажется, вы вчера все писали, звонили, спрашивали, как он, как он. Ну, слава Богу, он держится духом. Я при нем не плакала, я так вот дома, и как вспомню, вот это все, слезы мои по-саму появляются. А так я при нем, я держалась наоборот, внутри ужасная боль, и расстроена. А его я поддерживала, и говорю, все будет хорошо, я говорю, уже хуже не будет, только лучше. Все будет хорошо, он уже переживает, что опять будут операцию делать, когда все вытаскивать. Я говорю, подожди, еще столько времени. Я говорю, сначала главное, чтобы все срослось, я говорю, не переживай. Сейчас Славе звонила, уже не терпится, я тут, короче, отработала с 8 до 12. Они тоже очень все меня поддержали на работе, и вчера они отпустили меня, я два часа отработала, должна была жизнь. И мне позвонили домой, мама мне позвонила, не домой, а на работу. И они без проблем, конечно, езжай. Сегодня спросили, ну что, я говорю, да, плохо, очень, оперировали, они думали, просто гипс может, ну что-нибудь. Я говорю, нет, сложная операция, короче, поддержали. И сегодня они тоже, смотри, я говорю, да, я говорю, ну что, у него, поэтому я говорю, ну, 4 часа, а то бы не больше. Мы с Славой договорились, я сейчас вот время пол первое, я сказала, что самое поздно в час я приеду. И потом еще Славе закупаться, у нас дома шаром покати, в холодильнике мышка повешалась. У нас все, все планы сейчас, все это самое, по-другому, не так, как планировали, ну, ничего не поделаешь. И главное, сейчас это все ерунда, мы самое главное покупаем, что надо. Это сейчас Славе, я написала список, что самое необходимое, сейчас еще выходные, магазины будут закрыты, чтобы там пить было, хлеб было, вот такое всякое. Написала ему список, сейчас я приеду, и он поедет закупаться. Пообедаем с ним, там больница, там в кафетерии, там тоже все, не нужно. Обед заказать. Не заказать, а купить? Покушаем с ним в район. Потом он поедет закупаться, приедет домой, и поедет в три часа, детей заберет, и потом с ними тоже приедет. Говорю, Замуэль сегодня утром проснулся, первый говорит, мама, я уже не дождусь, когда Луис его увижу опять сегодня. Я говорю, да. Папа, говорю, заберет вас и приедете. Они тоже так, особенно Замуэль. Леон еще как-то не очень, ну, как он, понимает все, конечно, но он, не знаю, как объяснить. Замуэль сильно прям расхлакал. Леон тоже его жалко. Говорит, мама, я сегодня всем в школе расскажу. И Льюиса, учительница, которая у него была в этой школе детской, когда Льюис еще учился, говорит, я ей тоже расскажу, что у Львиса, что он ее руки сломал. И одноклассники ему пишут, но Льюиса отвечать не может. Мне приходится отвечать на Льюиса телефона. Я это сегодня хотят две его посетить. Говорит, можно мы приедем? Я говорю, конечно, можно. Короче, всем-всем огромное спасибо. Очень-очень тронута, очень благодарна. И даже не могу это в словах выразить, что чувствую. Замуэльчику огромное спасибо, что так поддержал и так сочувствую тоже. Очень спасибо. Благодаря тебе, Замуэль, тоже многие поддерживают нас. Через тебя многие узнали и пришли на наш канал. Спасибо тебе огромное. Ладно, не буду разболталась уже опять. Теперь такие скучные видео будут, что он сегодня только в машине. Сейчас у Львиса, может быть, удастся тоже его немножко снять. Он уже вчера так подбодрел. Сначала он лежал задумчивый. Я говорю, что ты думаешь? О чем ты думаешь сейчас? Я говорю, как все случилось? Он говорит, мне хотелось бы, что мне обидно, что ничего в руки не могу взять и ничего руками не могу сделать. Он вот так вот ходит, как пробок. И лежал такой задумчивый, не разговаривал. Спросишь, он ответит и молчит. Не плакал, держался, но все равно видно, что переживает. А под вечер уже, когда это самое, потом... Ну, может, еще от наркоза тоже так спокойно просто был такой. Ну, у нас так спокойно. Но все равно видно было, что думает и встал. Наркоз, вот наркоза еще нету. А под вечер он уже встал, ходить начал. Если лежит, лежит, опять встанет. Ну, правда, все вот так вот на попе передвигаться. Ну, как, на кровати, я имею в виду. Не может так вот оттолкнуться и сесть руками же. Так вот, я говорю, давай... Нет, я, говорит, сам буду. Потому что ночью все равно он сам один там ночевал. Ну, моему, слава богу, там телевизор постоянно покажу. Попросила, чтобы принесли ему прям... Там у каждого свой такой телевизорчик маленький. Я ему наушники свои дала. И мы когда... Я ему зубы почистила, переодела его. Ну, не только эти штаны, пижаму. Все сделали, зубы почистили, положили его. И это самое телевизор, включили наушники. И поехали домой вчера. Сегодня утром, уже слава богу, там. Надеюсь, я успею до визита врача. Она сказала где-то в обед. Вот сейчас по первому. Надеюсь очень, что я успею. Так хочу поговорить с врачом. Ну, слава тоже, конечно, нужно. Мне хочется со мной тоже быть. Потому что что, один не забудет спросить, другой спросит. Ладно, все, болтаю, болтаю. Сейчас приеду и покажу там, как он там. Мне самой уже интересно. С вами не могла дозвониться. Ну, там плохая связь. Ладно, пока. Не пока, а потом переключусь. Только что был врач. Сделал ему. Он, конечно, этот посмотрел. Сейчас его рентген буду делать. И домой пойдет уже сегодня. Я рада. Льюис, садрок. Здесь. Льюис, скажи привет. Он так рада. Я ему натянулась вот таки футболка, штаны. А сейчас врач приходил. Все нормально. Сейчас рентген сделает. Если все нормально, пойдем домой. Слава Богу. Здравствуйте. 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 Его одноклассник здесь сидит. Сошлем письмо от врача и поедем домой. Вот его телевизор. Вот тут вот так. Смотрит телевизор. Там тимон с полку. Он все ногой делает. Он наглую поддерживает. И вот левой рукой может чуть-чуть. Он так рада, что домой. Да, Льюис? В рентгене все нормально сказали. Все хорошо. Вот летит врач тоже с удоволен. Перевязку не сделает. Мы писали, мы идем домой. Вон туда. Наконец-то. Лена? Да. Счастливаясь домой. Дома все равно легче. То Луис может ему что-то дать, то Лео может ему что-то дать, то Слава, то я. И лежать не надо целый день. Через 7-12 дней мы будем нитки вытаскивать. Через 7-10 дней. Через 7-10 дней первое на контроль надо будет идти. А через 12 дней будут нитки вытаскивать там маленькие. Где зашивать. Идет, ему там иголку вставляли на ногах. Он теперь толком одеть не может. Ой, как я рада, что домой. Мы все рады. Дома все равно проще. А то мотаться, на езде, детей забирать. Опять сюда по 10 раз. Слава Богу. Мы уже едем домой. Уже в машине. Я его пристегнула. Что-то мутное внизу. Слава Богу. Мы так рады, благодарны всем врачам. Всем, как его называют, медсестрам. Там и мужчина был. Он, если вы, вы, вы вытянула иголку с вены. Сейчас вот уже в конце. И все так хорошо прошло. Он у нас в трусишко такой бедненький. Увидал, когда сейчас врач приходил. Он ему разрезал этот гипс. Посмотреть, как в эти... Ну, где они втыкали вот эти вот проволоки туда ему. Или что, как это называется, не знаю. И посмотреть. Или спицы. Спицы, наверное. Посмотреть, как оно там вот эти вот, где они зашивали. Потом маленькие такие нутрезики. Посмотреть, как оно там заживает. И как выглядит все. И все говорит хорошо. И Льюис увидал вот эти нитки, в которые мы не зашивали. Его до сих пор, он говорит, боится теперь, когда будут вытаскивать. Хотя, к этому, сестра сказала, ничего страшного. Я ему говорю, ничего страшного. Меня тоже вытягивали. Чуть-чуть, я говорю, там потянет. Все. Чуть-чуть. Но не так сильно. Но все равно боится. Крусишка. Еще раз придется через 12, самое много 12 недель, сказали. Придется еще раз операцию пережить. Когда все вытаскивать будут. Наркоз опять и все это. И потом надеемся и верим, очень верю, что все будет хорошо. Должно быть все хорошо. Я не думаю, что по-другому не будет. И ему так говорю. Да, Льюис? Как громко у нас. Жара в машине. Очень жарко на улице. 27 градусов сейчас он показывает. Мне кажется, еще жарче. Вот. Вот такие дела. Так что мы рады. И спасибо еще раз всем, 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 кто писал. Поддерживаю. Вконтакте, в Одноклассниках. Всем огромное спасибо. Сейчас приедем. Льюис, Эзаму и Леву, он обрадуется. Они, наверное, уже не дождутся. Я Славе позвонила. Успела я его еще дома. Дома он еще был, чтобы не выезжал, что мы домой приедем. Тоже так обрадовался. Сейчас все обрадуемся. А в воскресенье вечера мы отвезем его к маме, Льюиса. Потому что в понедельник Славе уже в воскресенье в ночь выходить. Мне в понедельник с утра выходить. И мама будет с ним. Ему будет лучше. Он там будет один, спокойно. И нам тоже. Дома тоже все стоит. Все дела стоят. Ждут меня. Потому что я ничего. Самое-самое такое необходимое. Там и пылесосить надо, и стирать надо. Да и, короче, дел море. Нам не до этого было. Теперь я вот пока он будет у мамы, я хоть дела поделаю. А в четверг его вечером заберу. И в пятницу повезу его в школу, чтобы тестат забрать. За учебный год. И потом каникулы. Слава Богу. Буду прощаться с вами. Всем еще раз огромное спасибо. Я вам бесконечно благодарна за все, за то, что переживаете с нами. За то, что поддержали так столько много людей. Всем-всем-всем-всем огромное-огромное спасибо. Пока всем. До следующего видео. Стоп, пока. О, плачет, сидит. Бедный. Он боится эти нитки вытаскивать. Уже сейчас плачет. Сейчас все 12 дней, вот на 12 дней надо, чтобы выпущили. Он будет теперь переживать. И он как-нибудь его отвлеченный. Будет целый мир. Не плачь. Пеньки. Ужас. Светный шлим, замер. Малыша. Он увидал эти нитки. Он говорит, я там чуть не заплакал. Оно так страшно выглядит. Я говорю, оно выглядит страшно, а на самом деле оно не страшно. Ладно, все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok